Вы смотрите новости. Продолжаем знакомить вас с самыми главными событиями страны и города в прямом эфире седьмого канала. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. В полиции рассказали подробности обнаружения автомобиля с оружием в районе привоза. Напомню, передвижной арсенал обнаружили во время проверки информации о заминировании машины в подземном паркинге. Служебный пёс указал на два автомобиля. В одном оказалось легально зарегистрированное, а во втором нелегальное автоматическое и помповое оружие, а также несколько тысяч патронов. Правоохранители накрыли два нелегальных игорных заведения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области. В ходе рейдов в Киевском районе по залам, где предоставляли незаконные услуги в виде азартных игр, правоохранители обнаружили и изъяли 52 системных блока и монитора, а также черновые записи. Пограничники отдела Приморская одесского отряда задержали двух водителей грузовых автомобилей КАМАЗ и ЗИЛ. Их подозревают в незаконной добыче песка в контролированном приграничном районе. Автомобили, загруженные песком, обнаружили возле поселка Лиман прямо на побережье Черного моря. Водителей передали полиции. Ну а полицейские и медики сегодня провели совместный рейд по улицам Одессы в рамках недели безопасного дорожного движения. О том, почему важно при любых обстоятельствах пропускать машину скорой помощи, что нужно знать об этом пешеходам и каковы штрафы за нарушения, расскажет моя коллега Мишель Арманд. Скорая помощь спешит на вызов. По правилам водители других автомобилей должны максимально принять вправо, чтобы пропустить спецтранспорт. Однако порой сигналы скорой игнорируются. Особенно ситуация усложняется в холодное время года. Окна закрыты, теплые вещи, шапки, плюс музыка, плюс разговоры в салоне. Соответственно, не так внимательны водители к звуку, который на улице. И не всегда следят за зеркалами, то есть за обзором вокруг. За 10 месяцев патрульные полицейские выписали 145 постановлений нарушителям, которые не пропустили спецтранспорт. В то же время, только за сутки, медики получают 1235 вызовов. И тут каждая минута на счету. 10 минут время доезда на адрес. Пробки в основном мешают, но уступают дорогу. С включенным звуковым и световым сигналом нам уступают дорогу. Для дисциплины и воспитания водителей полицейские совместно с медиками напоминают участникам движения, что пропуская спецтранспорт, вы спасаете жизнь. Уступайте дорогу скорой помощи. Стоит отметить, что пешеходы также должны придерживаться определенных правил. Например, не переходить дорогу во время движения спецтранспорта, даже если на светофоре горит зеленый сигнал. Уступи дорогу скорой, ведь от этого зависит чья-то жизнь. Мишель Армант, Игорь Казанжи, 7 канал. 17 ноября во всем мире отмечают Международный день недоношенных детей. О борцах за жизнь с самого рождения и волшебных людях, которые делают все возможное для малышей в сюжете Надежды Бондаренко. Ежегодно каждый десятый ребенок в мире рождается недоношенным. Более миллиона из них умирают вскоре после появления на свет. Поэтому в Международный день недоношенных детей во многих странах проводят благотворительные концерты и акции, чтобы обратить внимание на проблему. Мероприятия прошли в отделении интенсивной терапии новорожденных недоношенных детей Одесской детской областной клинической больницы. У нас сегодня три в одном. Мы сегодня открываем фасад, который наконец-то закончили. Это не просто фасад, а это еще и покрытие, которое наконец-то сделано за 30 лет здесь. По словам Екатерины, дорожное покрытие давно нуждалось в обновлении. При строительстве здесь была допущена ошибка. На площадке для скорой и в районе прохода для людей постоянно собиралась вода. Это все исправили благодаря одному одесситу, который сделал это в память о своем отце. Еще волонтеры подарили мамам с ранородившимися детками наборы с памперсами, присыпками, бутылочками и прочими необходимыми для младенцев предметами. Мы хотим пожелать вашей девочке, чтобы она была счастливая, здоровенькая, веселенькая, чтобы она прожила полную-полную разных счастливых событий в жизни, чтобы у меня всегда все получалось. И вот это вам. Спасибо вам огромное. Также презентовали новый аппарат для искусственной вентиляции легких, который относится к наиболее щадящим стратегиям оказания помощи ребенку. Сегодня же мы открываем аппарат искусственной вентиляции легких, который пришел в отделение реанимации детской. И сегодня отмечаем день недоношенных детей, всемирный день. И все детки, которые у нас сейчас в отделении, 28 малышей находятся. Все детки, мамы получат подарки. Так три праздника в одном соединились. Это аппарат для высокочастотной осцилляторной вентиляции легких. Это аппарат совершенно другого уровня вентиляции, чем обычная наша традиционная вентиляция. Он обеспечивает насыщение крови кислородом у детей с самыми тяжелыми поражениями легких. Тогда, когда легочная ткань не может выполнить свою функцию насыщения кислородом. По словам Натальи Сивала, этот аппарат чаще всего необходим недоношенным деткам, так как их легкие и не готовы к дыханию в условиях атмосферного воздуха. Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, 7 канал. Переступить черту можно лишь однажды. В Одессе состоялась премьера украинско-словацкого фильма «Мэжа». Картина рассказывает о том, как в стремлении заработать люди провозили контрабанду и к чему это привело. На премьере была Кристина Немченко. Лето 2007 года. Украинско-словацкая граница. Чтобы прокормить семью, многие стремятся заработать не совсем легально. В фильме идет речь о контрабанде. Это живые люди, которые живут на границе, которые участвуют в этом контрабандном бизнесе. И как складывается их жизнь, когда они переступают вот эту межу, которую иногда в жизни можно переступить один раз. Люди живут в разных краинах, но они, встречающие моральные устои, однаково падают и однаково знищают себя. Знищают свои семьи и руйнуют свои життя. Незалежно от кордоней. Съемки проходили на территории Украины, Чехии и Словакии. Идея фильма принадлежит Словакам. Сценарий дорабатывали совместно с украинцами. Бюджет картины составил миллион триста тысяч евро. Картину выдвинули на Оскар. Уже успела получить множество наград. Картина впервые за многие годы попала в основной конкурс фестиваля категории А в Карловых Варах. Подчеркиваю, в основной конкурс, потому что очень часто картины показываются где-то. А это из тысячи картин было выбрано 12, в их число попало в фильм «Мэжа». Мы получили там второй по величине приз за лучшую режиссуру. Несколько месяцев назад мы получили приз на фестивале в Чикаго за лучшую работу художника. Наш фильм «Верайте» голливудский репортер сравнил с «Крестным отцом», «Кланом Сопрано» и фильмом «Мегая речь». В Словакии картина – рекордсмен по кассовым сборам. Собрала более 70 тысяч зрителей в кинотеатрах страны. Этот фильм тоже вызывает интерес, потому что это украинское кино. Естественно, все, что связано с Украиной, нас интересует. Мы же живем в Одессе. Кристина Немченко, Виталий Кононов, Седьмой канал. В санатории имени Чкалова стартовал проект по спасению и сохранению девяти особняков – памятников архитектуры, сохранившихся на территории здравницы. Здесь уже начала работать историко-архитектурная группа, в состав которой может войти каждый желающий. Все подробности у Юлии Федоровой. Активисты общественной организации «Мой дом Одесса» крепят баннер напротив оранжереи «Морозли». Теперь каждый, кто проходит мимо памятника архитектуры, может присоединиться к группе по его восстановлению. А также принять участие в спасении других уникальных зданий, расположенных на территории санатория Чкалова. Здесь же открылась импровизированная фотовыставка – летопись субботников, проведенных в оранжереи в течение года. Было вывезено три самосвала и одна газель мусора, и не полностью очищены крылья от земли. Поэтому работы здесь еще много, но можно сказать, что основная масса мусора была вывезена. Чтобы очистить сооружение от мусора, понадобилось семь субботников. Участвовали сотни одесситов. Памятник архитектуры четверть века стоял заброшенным. Оранжерея построена в 1889 году. Среди самых разных построек санатория Чкалова она особенно выделяется. В Одессе таких зданий больше нет. Внутреннее убранство центрального павильона было оформлено в виде скал с пещерами. Здесь выращивались редкие тропические растения. А постоянная температура воздуха поддерживалась паровым отоплением. Это сооружение единственное, что осталось от дачи легендарного мецената. Оранжерея морозли состоит из металлических конструкций. Часть из них нужно укреплять, остальные перекладывать заново. Таких элементов сотни. Уникально то, что первоначально она была построена без отделки. То есть это голый ракушняк, он был просто зачищен, полирован и покрыт составом. И в этом есть, я думаю, вся уникальность. Если его восстановить в таком состоянии, то будет очень красиво. Одесские активисты, историки и архитекторы объединились вокруг плана по спасению оранжереи. На баннере визуализация проекта по восстановлению памятника архитектуры. Мы будем привлекать к ней внимание для того, чтобы со временем привезти сюда инвестиции для ее реставрации. Всего в санатории Миничкалова сохранилось еще 8 уникальных строений. Они все представляют историческую и архитектурную ценность. Активисты общественной организации «Мой дом Одесса» взяли их под опеку. Будут очищать от мусора и восстанавливать. Самая запущенная из них – дача Шехтера. Там очень сильно завален подвал мусором. Это еще советского времени. Там очень много мусора. Там уже субботниками мы не обойдемся. Там нужно кран, там нужно технику. Войти в историко-архитектурную группу по спасению инвентаризации памятников архитектуры может каждый желающий. Нужна помощь в уборке зданий, сборе средств на их восстановление, а также в разработке проектов по ревитализации пространства. Юлия Федорова, Евгений Очменцев, Седьмой канал. Пока это все новости у нас к этому часу. Эфир седьмого канала продолжается. Продолжает его лайв-студия.